Добрый день! Сегодня у нас большая коробка. Это Dianzhang Galaxy 8M. Первый магнитный серийный кубик 8х8. Здесь написано Dianzhang. Здесь, видимо, Galaxy по-китайски 8M. Нарисован кубик. Здесь уже по-английски Galaxy 8M Magnetic 8х8. Говорит, что специализируется на кубиках Рубика 30 лет уже. Вполне возможно. Старый логотип Dianzhang. Что-то здесь на китайский. Тут, наверное, где-то есть код товара. Видимо, вот этот T22008MS. И всякая техническая информация, если кому интересно. Открывается. Незамысловато. Огромная просто коробка. И кажется, что оттуда выйдет что-то очень большое. Но пока большая только инструкция. Здесь опять все то же самое. Galaxy 8M. И на английском языке инструкция по сборке 8х8. How to solve the 8х8 cube. Действительно рассказывает, как собирать. Говорит, собери центры, ребра. Потом как 3х3. Наверное, так. И про паритеты не забыть. С обратной стороны. Здесь то же самое по-китайски. Дальше нас ожидает поролон. Который достаточно толстый. Я все переживал, как доедет ко мне кубик. А доедет он хорошо. В такой коробке ему ничего не страшно. Но тут слегка края мятые. Но шансов повредиться у кубика просто нет. Так как после вот такого поролона еще вот такой вот бокс с еще одним поролоном. И этот бокс, он еще много свободного места вставляет у кубика. И кубик еще был в целлофане. Давайте пока посмотрим, что там внутри. Внутри есть вот такой вот мешочек. Я, кстати, еще не доставал. Но сюда, скорее всего, поместится наше 8х8. Такими завязочками. Брендированный Дян Шэнг. Красивый. Как сам швы на ощупь. Дальше. Можно все достать. Наверное, целиком. Пусто. Черная коробка. Черное дно. И что здесь еще? Подставка. Подставка самая дешевая. Не брендированная. Ну, могли бы постараться. Дальше. Тряпочка. Тряпочка, наверное, красивая. Вот такая вот. Тоже брендированная. Кстати, вот тряпочками этими не пользуюсь. Хотя, возможно, стоило бы. Но это на соревнованиях между сборками. Протирать кубик. Мягкая, приятная. И здесь где-то отверточка. Напишите, где ей место в моей коллекции. И, кстати, тоже логотипчик. Видимо, Дян Шэнг. И она такая совершенно круглая. Я все лишнее убрал. Кладываю коробку в сторону. А бокс оставлю. В нем я сейчас и храню этот кубик. Если не собираю. А собирал я его уже много раз. Ну, а теперь перейдем к самому кубику. Вот такой вот у него. Не особо замысловатый бокс. Но свою функцию выполняет. Здесь что-то тут рассказано. Мировой рекорд 3.47. Показано строение Galaxy 8M. Опять по-китайски. И рассказывается, что есть две версии кубиков. С черным внутренним пластиком. И со световым. Я выбрал с черным. Но здесь галочка почему-то не стоит. Открываем бокс. Разница только в цвете. Поэтому чисто визуально. Бокс без кубика стоять не может. Поэтому нужно закрывать. Кстати, тоже всякие пластиковые подложки. Смягчающие элементы. Все здесь надежнее. Ну и здесь вот показаны магнитики. Какие есть в нашей головоломке. Galaxy 8M. Первый магнитный кубик. 8х8. Серийного производства. Компания DianShank недавно возродилась. Выпустив на рынок линейку скоростных головоломок. С 2х2 по 7х7. Серии Solar System. Вот есть еще двушечка. Которую до конца не дотестировал. Неплохие. Но я выше трешки покупать не стал. А вот 8х8. 9х9. Я долго ждал. И наконец-то приобрел. Вот здесь черный пластик. Но он, как вы видите, только на углах, ребрах, внешних слоях. На центральных элементах пластик. Такой цветной. На разных слоях цвет магнитных капсул разный. Ну, очевидно, потому что магнитики там разной силы. На центральном слое двойной такой магнитик. Видимо. Все это хорошо. Размер 68 миллиметров. Вес 212 граммов. Сравним с конкурентами, какие у нас есть. На всякий случай сразу обмолвлюсь, что 9х9 уже ко мне приехал. Не так давно. И я только пару сборок на нем сделал. Буду тестировать. И через месяцок, наверное, и про него видео будет. Вот, на девяточка. Чуть покрупнее. И девятка я взял со светом пластиком. Сейчас объясню еще почему. Пока отложим. Стоит отметить также, что боксы и коробки у кубиков 8х8 и 9х9 одинаковые. Унификация, стандартизация и все такое. Но подписи здесь 9М все-таки есть. А также можно заметить, что сюда влезет и 10х10 и 11х11, если постараться. Так что ждем. Кто же является конкурентом этой восьмерки? Для нетерпеливых скажу, что это лучший кубик 8х8 на рынке из сейчас существующих. Если вы хотите хорошую восьмерку, то вот она. И даже думать не стоит. Можете дальше не смотреть. Главное определиться, нужен вам черный пластик внутри или светлый. Ну, черный, мне вот поначалу, особенно на желтом цвете, кажется, что он просвечивает. Такой слегка грязный эффект. Поэтому 9 я взял в белом, чтобы сравнить, как отличается. Ну и соответственно, там выглядит это поприятнее. Еще же я взял 9 и 8 в разных цветах, чтобы их различать быстрее. Не прикидывать. Лежит отдельно какой-то кубик, чтобы не считать в нем слои, не искать центр. Сдвинул, посмотрел, черный, значит восьмерка. Смысл был такой. У меня здесь еще 4 кубика 8х8. Это уже моя пятая восьмерка. Надеюсь, шестую я покупать буду не скоро, так как и эта хороша. Стоимость этого кубика в российских магазинах, конечно, не очень серьезная. Больше пяти тысяч. Но в то же время, там же в разделе 8х8 можно найти вот этот и вот этот за примерно те же деньги. Четыре-пять тысяч. Вот этот даже дороже. Это Yuxin Honglong. Но если выбирать Galaxy или Yuxin, естественно, выбрать Galaxy. А в Китае прямо сейчас, я вот посмотрел, можно купить за две с половиной тысячи. А это вполне разумная цена. Она, конечно, будет колебаться от курса доллара. Но для 8х8, для магнитного, меньше трех тысяч, это отличная цена. Именно этим кубиком можно собирать на скорость. Кратенько сравню с остальными. Ну, понятно, Yuxin Honglong сильно больше, но достойно и стабильно вращается. Сейчас компания Yuxin уже выпустила бюджетную версию этого кубика. Те же все параметры, но стоят дешевле. Если вам нужен кубик, который вы соберете пару раз и просто поставите на полк, можете смело брать. Он приятный, такой радует глаз. Есть вот вместо розового нормальный красный, но расцветка такая более привычная. И ничем не плохо, собрать пару раз можно, не спеша, не торопясь. Но он огромный, он у меня уже много лет. Смотрите, насколько больше нормального кубика. Поэтому собирать им как-то более-менее быстро не очень удобно. Хотя и на скорость тоже кто-то пробует. Дальше. Совсем старый кубик 8х8 от Shinsho, еще тогда Shinsho называлось, вращается вполне достойно для своего года выпуска. А это уже много лет назад. Сейчас покупать, конечно, смысла нет, разве что для каких-нибудь стикер-модов. Поначалу вращался очень туго, но после нескольких десятков сборок разработался. Более современная версия от компании Sankson, на которую я возлагал надежды. Она уже более компактная, такая округлая вся, но не очень мне подошла. Поэтому ждал я все-таки чего-то магнитного. И наиболее близкий конкурент это компании Moio или Cubing Classroom, MF-8 или Mi Long, там был разный ребрендинг, но смысл один и тот же. Примерно те же габариты, более блеклые цвета и отсутствие, естественно, магнитов. В российских магазинах Mi Long или MF-8 стоит в два раза дешевле Dianchen. Если вам также нужен компактный кубик, который вы будете аккуратно собирать, и слегка бояться, что он у вас рассыпется, то вот хороший вариант. А Yuxin, он, конечно, постабильнее, но крупноват. Именно Mi Long я собирал на соревнованиях, кубик 8 на 8, но так у меня меньше 10 минут и не получилось время поставить. Первая же сборка на Dianchen на скорость была меньше 10 минут, что и требовалось доказать. Да, не стоит считать, что если вы купили кубик, который хорош, он будет сам за вас собираться. Нет, здесь тоже нужно быть аккуратным. Было у меня такое, что элемент золокапил, его пришлось механически вставлять на место. Легко случилось, было такое один раз, собрал уже раз сорок, наверное. Хотя на скорость гораздо меньше. Хочу обратить внимание, что из коробки кубик был очень тугой, собирать им было некомфортно. Не пугайтесь этого, не берите сразу отвертку и не ослабляйте его до безобразия. Сделайте несколько сборок. Я сделал несколько сборок и мне показалось, что все равно туговато. И тогда я вот этот винтик, который тут внутри есть, ослабил всего лишь на четверть оборота. И спустя какое-то время, ну сборок 10, кубик притерся, разработался и стал очень хорошо вращаться. Поэтому раньше времени ослаблять чётные кубики, всякие сложные головоломки не надо. С завода часто делают оптимальную настройку, но детали не приработаны, и поэтому не всегда сразу то самое оптимальное вращение получается у головоломки. Надо покрутить, сделать несколько сборок и потом уже оценивать. Именно поэтому кубики 3х3 я обозреваю только после 1000 сборок, если это какая-то интересная модель. На более крупных делаю хотя бы 100. Ну на 8х8 я сборок 40 сделал. И только сейчас хочу заявить, что это действительно удачная модель. Раньше времени не ослабляйте его. Я ослабил на четверть оборота после сборок 5, но это тоже можно было не делать. И добавил сюда белый мару жидкой смазки, и вот получил хорошее вращение. По фактуре можно здесь заметить, хотя, наверное, особо и не видно, здесь слегка вогнутые края. Здесь как бы канавка такая, наверное, для того, чтобы удобно цепляться. Ну, в руках лежит хорошо. Сильно не мешает, как когда-то бортики на GTS 3 LM. Но вот такая вот особенность есть. Ну и вот, если так сдвигать, все выглядит, конечно, красиво. Кубик не шумный, приятный, комфортный. Магниты чувствуются. Этап 3х3, ну, для восьмерки комфортный. Ну, конечно, с пятеркой сравнивать не стоит. Я здесь специально достал семерку, и мы видим, что MGC 7х7 и Diansheng 8х8 имеют одинаковый размер. 68 мм. Ничем не отличаются. То есть, по размеру, как семерка. Девятка тоже покрупнее. Элементики маленькие. Нужно немножко приноровиться к тому, чтобы вот эти вот слои разделять. Ну, вот я специально перед съемкой видео собрал MF-8 у Mielong. Ну, и разница, конечно, налицо. Хотя какие-то ощущения схожие. Если вам нравился Mielong 8х8, и вы хотели чего-то более стабильного, то вот он Diansheng. Ничуть не хуже, но с магнитами. Более приятные, как по мне, цвета. И все в нем хорошо. Но собирать все же нужно аккуратно. Я, наверное, не буду сейчас целиком его собирать. Просто покажу вращение. А когда-нибудь собираю на скорость. Сделаю отдельно видео со сборкой. Вот такой вот замечательный кубик. Лучший кубик 8х8 из всех, что сейчас есть. Собирать им одно удовольствие. Когда он первые дни ко мне приехал, я сидел, работал и разбирал, собирал. Пока у меня была возможность что-то делать руками. Просто каждые часа полтора его перемешивал и вновь собирал. Очень даже хорошо. Ну, разве не красота? Тот же Mielong, но он не такой яркий и сочный. Цвета прямо отличные. Логотипчик. Здесь он как бы гравировочкой сделан. Не сотрется, не отклеится. Такой вот замечательный. Да, и как я и говорил, меня часто просят сделать обучающие видео по кубику 8х8. Хотя в нем особого смысла-то и нет. Но теперь появился достойный кубик, на котором можно показывать, как он собирается, на котором делать это приятно. И возможно, в ближайшем будущем я такое видео сделаю. Ну, как только найду время в своем расписании. Очень рекомендую куб, если вы хотите хотя бы иногда собирать. Меньше 3000 стоит в Китае. Цена вполне оправдана. В России, конечно, завышена. Ну, если вам денег не жалко, то можно и за такую цену брать. Абсолютно замечательный куб. Единственный в нем недостаток это некрасивая подставка. Ну, как некрасивая, она просто обычная. А так и тряпочка брендированная, и мешочек, на котором вот завязочки такие. Кстати, нужно померить и влезет ли кубик. Поскольку он размером с семерку, то должен влезть в лес. Затянут. Можно брать с собой. Дома, к примеру, хранить в боксе. А если куда-то в дорогу, в поезд, можно вот в таком мешочке с собой возить. Отличный куб. Очень рекомендую. Остальные восьмерки убираю далеко и надолго на самую высокую полку, оставляю только эту. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok